Матч между командами Саров и Урень был знаменателен не только количеством забитых шайб, но и травмами. Играли жестко двум игрокам Урени, понадобилась медицинская помощь. Во втором периоде спортсмену разбили нос, в третьем хоккеист повредил колено и не смог самостоятельно покинуть лед. Уже в первом периоде было ясно, что обеим командам нужна победа. Соперники пытались изо всех сил завладеть преимуществом. Хотя численность команды из Урени была вдвое меньше, саровчанам не удалось сразу сломить их сопротивление. На перерыв игроки ушли со счетом 2-2. Плохо настраиваемся, просто видим, что два звена и думаем, что сейчас на одном коньке обыграем. Такого не бывает, это высшая лига, и все равно, пускай первый период, но они сопротивляются. Лишь к середине второго периода наши игроки смогли пробить защиту уренсов. Саровчане усилили нападение, атаковали ворота соперников и с разницей в несколько минут забили три гола. Игра более-менее была такая равная, два периода шли на равных силах, а потом стали допускать ошибки и пропустили. Подводя итоги игры, тренер Саровского клуба отметил хорошую игру соперников. Несмотря на травмы и нехватку игроков, они достойно сражались за победу. У них не было ряда игроков, там, наверное, 3-4, может, 5 человечков. Я думаю, что неплохая команда, если плей-офф подойдет, она попадет в плей-офф, всех соберут. Я думаю, что они дадут бой любой команде. В третьем периоде хоккеисты из Урини смогли отыграть только одну шайбу. Наши игроки почувствовали усталость соперников и забили еще четыре гола. Итог игры 9-3 в пользу Сарова. С результатом в 14 очков наши спортсмены занимают четвертую строку турнирной таблицы. У нас всегда лучше нападение, мы очень много пропускаем. Защита у нас немножко как бы страдает. Но сегодня тоже три гола неплохо. Следующий матч саровчане проведут 18 января на выезде. В Таншаево они скрестят клюшки с команды «Старт», которая набрала в чемпионате 17 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.